Приветствую вас на канале Cashflow. В этом видео мы сравним две компании из сектора кибербезопасности, у которых есть облачные платформы и новейшие технологии предотвращения угроз. Разберем бизнес, посмотрим мультипликаторы и решим, акции какой компании подходят для инвестирования прямо сейчас. Ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал и на телеграм. Необходимые ссылочки вы найдете в описании. Кибербезопасность сегодня важнее, чем когда-либо прежде. С каждым днем все больше устройств подключаются к интернету, все больше людей работают из дома, все больше предприятий перемещают свои ресурсы в облако, а злоумышленники становятся все более изощренными. И чтобы выбрать лучшую компанию в этом сегменте рынка, я обратил внимание на ITF фонд стикером iHack. Я начал разбирать, какие компании в него входят. И на мое удивление, CrowdStrike занимает самую большую долю, 4,9%, а тот же Qualys всего 1,8%. И сейчас мы с вами разберем компанию Qualys в сравнении с CrowdStrike. А судя по голосованию, именно эти две компании вам интересны. Да, они на первый взгляд похожи. Технологии, кибербезопасность и перспективные разработки в облачных платформах. Ну а на экране вы видите динамику роста ETF фонда iHack за последние 5 лет, а также топ-10 компаний с самыми большими долями в этом фонде. Кстати, на втором месте Fortinet. Напомню, что данный разбор есть на канале, ссылочка в описании. И давайте начнем с компании Qualys. Компания предоставляет предприятиям свою облачную платформу, на которой используются решения в сфере кибербезопасности и облачных вычислений. Компания Qualys не из молодых. Она основана в 1999 году и была первой компанией, которая предоставила решения для управления безопасностью в виде приложений через интернет с использованием модели SAS. На начало 2020 года клиентская база компании составляла более 15700 клиентов и подписчиков, более чем в 130 странах мира, в числе которых государственные учреждения, предприятия малого и среднего бизнеса в широком секторе отраслей, включая образование, финансовые услуги, производство, здравоохранение и многое другое. Большинство клиентов компании из списка Forbes Global 100. Какие же услуги предоставляет компания? Что за облачная платформа? Собственно, она так и называется – Qualys Cloud Platform. Она дает непрерывную защиту, а также постоянную оценку состояния вашей IT-инфраструктуры, платформа не только защищает ваши данные в облаке, она также обеспечивает высокую скорость доступа, где бы вы ни находились. Центры обработки данных компании расположены в США, Канаде, Швейцарии, Нидерландах, а также Индии. Да, у компании есть еще много других решений в области кибербезопасности, но все же больше 70% выручки приходят от информационной защиты предприятия с использования платформы Qualys Cloud. Да, кстати, вся выручка поступает по системе подписки, а это плюс, так как выручку, а соответственно прибыль, легко прогнозировать в будущем. Однако сейчас практически любой бизнес, даже не из информационных технологий, работает по системе подписок. Ну раз уж мы заговорили о цифрах, давайте их посмотрим. Капитализация компании небольшая, приближается к 4 миллиардам долларов, и при виде такой капитализации первая мысль, которая меня посещает, что ее может кто-то купить. Но думаю, здесь не этот случай. Компания на рынке уже более 20 лет. А здесь я вижу отличные показатели роста выручки и чистой прибыли, и их динамику на протяжении нескольких лет. Вот в 2016 году только начинает расти, и растет достаточно хорошими темпами. Однако здесь нельзя не отметить, что востребовательность компаний, предлагающие услуги кибербезопасности, также увеличивается. По мнению экспертов, рынок кибербезопасности растет примерно на 15% в год. И по сути, такую же динамику роста мы видим и у Кволюс. Возможно, она достигается за счет роста всего сектора кибербезопасности. Также мы видим динамику роста финансовых потоков. Все они положительные. Ликвидных денежных средств предостаточно, а долг у компании совсем незначительный. И посмотрите, какие показатели маржинальности демонстрирует компания. Я перейду на другой сайт, чтобы показать их в динамике. Здесь это видно отлично, что с 2016 года маржинальность растет, а также увеличивается выручка и чистая прибыль. То есть компания имеет стабильно 25% маржинальности. Ну а маржинальность, говоря простыми словами, это показатель разницы между себестоимостью товара и его рыночной ценой. Все это, конечно, замечательно, но вот что касается мультипликаторов, то здесь есть вопросы. ПНЕ 43. Это достаточно высоко. Форвардный ПНЕ, ожидая снижения до 37. Однако это все равно высокие показатели. Средняя по отрасли 31. Но меня больше смущает ПНС, который равен 11. То есть 11 годовых выручек покрывают капитализацию компании в 4 миллиарда долларов. На мой взгляд, это достаточно много. Но, кстати, у Fortinet абсолютно такое же значение. И по Price to Book компания выглядит так же переоцененной. Но в принципе, это и понятно. Компания имеет такую высокую маржинальность и стабильно растущие денежные потоки. И возможно, в наших реалиях это справедливо для сектора информационных технологий. Ну а что касается прогнозов и мнений аналитиков, то огромного роста эксперты не видят. Примерно 12% в год. То есть компания вырастет так же, как и сама отрасль кибербезопасности. Дело в том, что и менеджмент компании Qualys сделали свои прогнозы по прибыли и выручке на следующий финансовый год. Компания прогнозирует, что рост составит около 10%. И здесь мы это прекрасно видим. Если вас устраивает 10% в год, то можно брать такую компанию. Ничего особенного я здесь не вижу. У компании, по сути, нет новейших технологий или каких-то прорывных решений. Qualys – это классический, стабильный, растущий бизнес. У компании есть множество клиентов, которые и в будущем будут гарантированно приносить прибыль. Бизнес Qualys можно сравнить с хорошо построенным кораблем, который плывет по течению вместе со всем рынком кибербезопасности. Но на мой взгляд, можно найти активы куда более интересные. И вот один из них – это CrowdStrike. С момента выхода на IPO, которое состоялось в июне 2019 года, цена на акции CrowdStrike взлетели более чем на 300%. И многие инвесторы по-прежнему считают ее хорошей покупкой, даже по сегодняшним ценам. У компании есть облачная платформа под названием Falcon. Она не только обеспечивает безопасностью, но и защищает данные в любой среде, будь то облачная, локальная или виртуальная, абсолютно на разных конечных точках, от настольных компьютеров и серверов до устройств интернет-вещей и виртуальных машин. CrowdStrike в настоящее время предлагает 16 различных программных модулей с решениями, которые варьируются от защиты конечных точек и идентификации информации до облачной безопасности и анализа угроз. Но одно из ключевых нововведений компании заключается в том, что все эти модули развертываются с помощью одного программного обеспечения. А это значит, что клиенты могут приобретать только те функции, которые им нужны. Более того, CrowdStrike использует новейшие технологии и сложные методы обнаружения угроз, такие как поведенческий анализ, искусственный интеллект. А это позволяет компании обеспечивать лучшую защиту в этой отрасли. Вот уже второй год подряд CrowdStrike получает наивысший рейтинг удовлетворенности клиентов. Такое всеобщее одобрение привело не только к высокому удержанию клиентов, но и вызвало большой спрос. И неудивительно, что это привело к невероятному росту новых клиентов. А мы с вами знаем, чем больше клиентская база, тем больше выручка у компании. Это мы и видим на слайде. Способность удерживать клиентов привела к значительному росту доходов. Компания быстро завоевывает долю рынка и уже работает в 176 странах мира. Посмотрите на прогнозы выручки в 2021 году. Они чуть ли не в два раза превышают показатели за 2020 год. А в 2022 компания получит в три раза больше прибыли, чем за 2020 год. И тут вспоминаются прогнозы Quolus 10-15% в год. Да, инвесторы ждут, что CrowdStrike продолжит быстро масштабироваться и, что более важно, продолжит увеличивать долю рынка. Поэтому мы видим такую заоблачную цену на акции компании, хоть она еще и не показала прибыли. Все мультипликаторы в отрицательной зоне. Но инвесторам, которые решили вложиться в компанию, следует принимать во внимание, что акции CrowdStrike в настоящее время торгуются с мультипликатором PNS 61. А это очень много. Такие высокие мультипликаторы обычно приводят к большой волатильности. И к этому нужно быть готовым. И аналитические дома понимают, что в цену уже заложены высокие ожидания. И они не прогнозируют какого-то взрывного роста в текущем году. Однако обратите внимание, что 17 аналитиков рекомендуют покупать акции компании. Что ж, CrowdStrike это компания с большими рыночными возможностями, стабильным ростом доходов и устойчивым конкурентным преимуществом. Поскольку мир становится все более цифровым, количество подключенных устройств будет продолжать расти, а у хакеров появляется все больше потенциальных целей для атаки. И если в ближайшие годы такая тенденция продолжится, то у платформ Qualys и Falcon будет много работы. Однако конкуренция в этой сфере настолько велика, что не все смогут успеть за тенденциями роста киберугроз и вывести свою платформу на новый уровень. Qualys и CrowdStrike две очень похожие, но совершенно разные компании. Qualys имеет стабильный прибыльный бизнес на растущем рынке. А у CrowdStrike есть лучшее на сегодняшний день решение на том же рынке. Но компания несет убытки. Стабильность или возможности? Что выберете вы? Давайте обсудим в комментариях. А также напишите, понравился ли вам такой формат сравнения. Лайк за проделанную работу, подписывайтесь, если вы на канале первый раз и переходите в наш телеграм, там я публикую все свои сделки и не только. Ссылочка в описании. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok